Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Мы продолжаем Утро на Болткоме. У нас уже следующий гость, почетный консул Индонезии в Латвии, представитель международного консорциума форумов в Индии и Индонезии, Валдес Тильгалес. Доброе утро. Доброе утро. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Звоните нам, задавайте свои вопросы. 2-3-0-6-1-9-1. Это номер WhatsApp, где вы также можете нам писать. Да, вот тема этого форума. 19 октября в конференц-центре «Цитадель» будет «Азиатский бизнес. Новые вызовы и возможности». Именно так. И вы организатор? Я организатор, да. У меня несколько человек, которые отвечают за каждый регион мира. В этом форуме, да, я как бы… Хозяин. Как бы очень много связано из-за этого, что отвечаю за Индию, Индонезию, азиатских стран. И кто будет участвовать? Это будут какие-то презентации, какие-то выступления? Что это будет? Как это будет происходить? Да, это не конференция, это не что-то там, чтобы там так, но это обмен идеями, бизнес-идеями. И очень кратко, в 15 минут надо вложиться, спикеры, и потом немножко время для вопросов. Кто эти спикеры? Это послы, это консулы стран? Спикеры и послы, и консулы, но, конечно, и стараемся реальный бизнес-люди, чтобы были, которые непосредственно делают бизнес в большом масштабе. И кто это? Какие это страны, да? Ну, страны, конечно, если Азии дарим, то самые большие. Это Индия, это Китай, это Индонезия. По порядку, да? То есть, самые большие страны. И будет и Узбекистан, и Казахстан будет, и Финляндия будет, и… И зачем этим странам Латвия? Что мы можем в бизнесе… Очень хороший вопрос. Ну, в принципе, конечно, Латвия, как такова, не очень интересует, но мы уже Европа. В принципе, им это сразу, это Европа. Порт. Порт, да, порт, незамерзающий порт, это возможности входа в Европу. В принципе, сразу, если первый, ну, насчет бизнеса, то они уже понимают, что это Европа. Но с другой стороны, я могу сказать, вот я уже пять лет как хорриконсул Индонезии. В Донезии. Да. И могу сказать, что все-таки они тоже смотрят, как Европа, как принимают каждую страну. И я бы сказал, что они откровенно говорят, что в Латвии они чувствуют очень доброе, желательно, такое доброе отношение. И намного лучше, чем, ну, эти старые, скажем, бизнес-страны, да, Европы, где немножко труднее войти, да, чисто по отношению. Мы как-то более открыты к бизнесу. Ну, у вас, вот если говорить про бизнес-идеи, Индия, Индонезия, сразу какой-то там восточные мотивы, представляется, не знаю, магазин тканей или какие-то специи и так далее, и так далее. Правильно. Что это может быть? Ну, это такое, мне кажется, типичное представление. Что это может быть? То есть, что мы как бы от Индонезии и Индии получаем. Вот именно то, что вы говорите. Как вам кажется, например, что считается латвийским как бы символом, когда кто-то покупает здесь какой-то сувенир, везет, например, в Россию? Что? Не знаю. Рижский бальзам. Ну, именно. Рижский бальзам. Как вы думаете, сколько составе, сколько этих трав по количеству? 200? Нет. Я знаю, что из Беларуси есть. Раньше говорили, что 40 или 50, сейчас 24 травы плюс сама керамическая бутылка. Я только что был в Риге с бальзам на экскурсии, Дана Хасседа рассказывала. Ну, и как вы думаете, одна из этих 25 трав из Индонезии? А, все-таки, да. Так что нам кажется, что как бы мы не все знаем. Но в Индонезии, например, очень много чего производят. И чай, что мы пьем, и кофе. Очень много вращается в Индонезии. И потом ставятся лейблы там. А какой бизнес создавать в Латвии, чтобы он был востребован в Индонезии? То есть, если мы здесь как порт или как транзитная страна, и как член Евросоюза, который может наладить отношения со старыми членами Евросоюза, ну, через Латвию. Потому что тот рынок-то бесконечный. Тут я скажу сразу на Индию переброшу, потому что это более большой рынок, и они действительно очень интересуются портами и кораблями. И запрос был так, что корабль, тимбер, тимбер, это, ну, древосина, да, то есть, дерево. Целый корабль каждый день, они его могут взять, только дайте. Им нужно. Да, им нужно. Они готовы брать. Ну, да, то есть, ну, конечно, тоже входы и, скажем, и в Россию, и в Европу, это не все останется, наверное, в Латвии, потому что объем настолько большой, возможности очень большие, да. Но, скажем, если вы так спросили, что нам надо, может, не в кораблях, а все уже работает, все действует. Например, самый богатый человек в Латвии сейчас, раньше был, конечно, связан с этим радио, но самый богатый человек, но сейчас самый богатый, знаете, кто? Король Индонезии. Нет, 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 в Латвии, в Латвии. Ну, я понимаю, да. Арнис Риэкстинж, микротик, есть такой. Знаете, что он производит? Он производит эти вайрлесс, которые соединяют дома и людей. В Индонезии 17,5 островов. Да. И каждый год несколько миллионов. Подключаются к интернету, да. Приходят в Латвию, да, из Индонезии, да. То есть, бизнес очень хороший. Я могу похвастаться, я уже 5 лет как единственный в Латвии, который Индонезии представляет. И немножко стараюсь промоушн делать и довольно успешно. Я думаю, 17-й год по сравнению с 16-м, прирост в 50% импорт-экспорт. Между Индонезией и Латвией. Да, да. Так что, вот, Рига с Балзом, с микротикой и разные другие, да, и ткани, и специи разные. Да, это все происходит, это происходит. И более сотни миллионов, ну, то есть, обратно, возможности есть, и уже многие нашли уже. И, конечно, и туристы, но мы все знаем, кто не хочет поехать в Бали, да. Ну, все знают Бали, но там очень многие. Я уже говорил, 17 с половиной островов, там, возможности очень много, там, куда поехать, да. Комодо, там, или Монадог, где у нас и по вере, там, крестьяне живут. То есть, ну, там очень большое и разные, там, языков 300. Да, да, да. Не только диалектов, 300 языков и почти 300 миллионов людей. Ну, это очень большая страна. Если положить на карту, она больше, чем Европа. Да, ну, потому что, да, между ними. Ну, да. А какие есть проблемы вот коммуникации? Почему вот вы так вначале сказали, что вот с Латвией им нравится общаться, да, потому что мы открыты. А почему там Германия, Швеция? Более добрые. Они тоже очень добрые. Да. Были уже в Индонезии? Нет, не было. Ну, приглашаю. Спасибо. Но если поведете, да, они настолько добрые, ну, действительно, там солнце, они все добрые, да. И, конечно, они очень открыты, и все думают, и из Индии, что здесь можно делать бизнес, да, потому что и на форуме из Индии будет более 20 очень даже состоятельных предпринимателей. Из Индии. Из Индии. А, из Индии. Не только миллионеры, даже там миллиардеры будут. Так что, ну, серьезный, я думаю, такой. И здесь они будут встречаться с какими? С нашими и между странами. Форум собирает более 300 участников. Уже 300 где-то зарегистрировались. И из более 30 стран. Каждый год примерно 33 страны и там 333 участников. Вот такая площадка для них тоже. Тогда закрывается, потому что цитаделосы зал не может больше там принять. А вот если про латвийских участников говорить, это все-таки Рига или это и регионы тоже откуда-то приезжают или все-таки сконцентрированы? Ну, сейчас уже, скажем, бизнес везде. Можешь сидеть на острове, да, и в другой стране. Сейчас очень быстро. Но в основном, я думаю, что да, что все-таки в Риге тоже бизнес. И как и в мире, в больших странах. Если смотреть опять Индонезии, скажем, то Джакарте там 20 миллионов живут. И там, ну, все банки, обороты, ну, там небоскребы, да. Если отъедете немножко дальше, Папуа, например, но там еще в дюглях люди, да. Ну, немножко разные, конечно. И с какими презентациями они выступают, эти люди? Или там миллиардеры, миллионеры, поменьше, да. Ну, непосредственно они ищут возможности, как найти вход в Европу, как сделать, ну, конечно, обоюдно выгодный бизнес. Партнеров они ищут, безусловно. Ну, это зависит, конечно, от бизнеса, если, ну, непосредственно продажи или что-то. Но большинство, они все-таки не так хорошо, они ориентируются в рынках здесь. То есть, и нормально, что ищут партнеров. И также не очень легко войти, например, в Индонезию, там тоже. В их, да? Да, если хочешь бизнес, то надо тебе сделать фирму уже непосредственным. Индонезийская страна тоже 51%. Это тяжело сделать вообще все вот эти вот... Ну, ничего, не тяжело, но, конечно, надо немножко быть осторожным, скажем так. Ну, потому что, не скроем, в азиатских странах, кажется, белый, сразу там миллионер, там деньги сами там, и... Ну, надо брать, надо брать, да. А если ты не присматриваешься, да, тогда так. Но возможности там, ну, очень большие. Но рынки большие, люди намного больше, возможности большие. Вы вот, когда мы говорили про то, чем мы можем быть интересны Индонезия и Индия, вы называли такие большие достаточно отрасли, а может маленький предприниматель как-то себя найти? Безусловно. И что это может быть? Маленькие очень много, да. То есть, можно и ниже, скажем так, в Индии, Индонезии даже алкоголь не очень употребляется. Но сейчас и в Китае очень много производят вина, да. То есть, есть нищие нюансы, где возможно что-то искать. И не только что-то там очень дешево, да, они, конечно, стараются снижить, да, закупать, потому что они много, и они знают это, они, конечно, чувствуют. Но есть ныши, когда они там особенно о цене не говорят. Например, в Китае сейчас Шэньчжэнь, в муниципалитете, они приезжают довольно часто. У них там, к сожалению, настолько среда уже загрязнена, что ребенком нет хорошее питание. Они согласны, если хорошее молочное изделие натуральное, если они довольно-таки эко, они там в три раза больше, чем здесь заплатят, чтобы только получить нормальную еду. Но еще и доставка, это железная дорога, да? Ну да, но железную попробовали, но по-разному, конечно. Ну, надеемся, будет заедаться лишь опять или что-то такое. А какая часть наших туристов латвийских выбирает острова Индонезии? Сейчас много, и разные. И тут несколько туроператоров. Вот мне посчастливилось, я тоже хотел немножко как бы проаклизировать. И в прошлом году сорганизовали туроператоры, ту аргентуру из Латвии, тоже как бы опознательный такой турне по индонезийским странам, этим островам, да? И оплатил Министерство туризма Индонезии. Приятно было. Мы рады за коллеги. Ну, как бы раньше не было такой возможности, а сейчас получилось. И были туроператоры из разных, скажем, и очень такие, которые там до мелочи все хотят. А есть такие, которые, ну, как бы более натуральные, что-то, ну, попроще, скажем. Ну, и чтобы не было настолько дорого. Хотя, что же с дорого, да? Только что я смотрел, например, в Индонезии за 400 евро есть акции, билеты, да? То есть туда-обратно. А в Индии вообще 280. А в какой сезон лучше сейчас сезон уже этих тайфунов? Да, на сезон, говорят, там, дожди или так. Ну, в Индии, скажем, ну, разное. Там юг, очень жарко, на севере даже там и снег бывает, и в Гималаях. В Индонезии среднее 29 градусов, скажем, весь год. Там нет ни зима, ни зима, только дождь, как бы и не дождь. Но в основном все едут... Утром дождь, вечером не дождь. Ну, там даже дождь – это один час. И очень приятно, что этот дождь есть, да? Час – все, и солнце опять. Освежил, и дальше. Да, освежает, в принципе. И тепло там, эти 30 градусов, там, ну, этот дождь совсем не мешает. Если это чуть-чуть дешевле, то я бы советовал как раз не бояться даже ехать, когда... Гражданам Латвии не нужна виза до 30 дней в Индонезию. Не гражданам оформляется сколько дней? Там зависит. Надо войти в веб-пейдж Индонезии, посольство Индонезии, Стокгольма. И там несколько вариантов в зависимости от продолжения и возможности... На английском языке, да? ...продлить. В основном на английском, да. Вот если про бизнес еще чуть-чуть поговорить, как лучше, вот может быть, кто-то такой совсем предприимчивый, сам отправится в Индонезию, сам делать там какой-то бизнес, договариваться? Или лучше все-таки воспользоваться вот этой площадкой, форумом и там как-то пытаться? Безусловно, сегодня, конечно, я буду рад приглашать на форум в этом викенде, возможности тут будут. И будут представители из... Эмбассадор, то есть, вестники, да? Послы из Индии будет, Моника, будет из Индонезии, другие послы. То есть, непосредственно вы можете контактироваться с представителями посольства, и они будут, ну, я бы сказал, снижать риски, да? Но я могу немножко прорекламировать себя. Я тоже сделал параллельно этому дипломическому сектору, я сделал European Asian Chamber of Commerce. И мне, вице-президенты в Индонезии, в Индии, непосредственно предприниматели, которые могут сразу, непосредственно найти контакты более прямо. И я думаю, снижать риски, что, ну, не знаешь никогда, что там может быть, да? Хотя, ну, это счастье, и никогда не знаешь, как будет, да? Надо пробовать, просто надо пробовать. Но я уже говорю, многие уже делают и очень успешно делают бизнес. Но это только бизнес? Есть ли инвестиции с Индонезией и Индией у нас здесь? Инвестируют вот здесь в Ладу? А русский остров купить там никто не собирается в порту? Остров здесь или там? Нет, здесь, здесь. Были интересы, я тоже думал, насчет острова в Индонезии, там, на 17. И многие покупают. Например, Брэнсон купил здесь 6 миллионов. А, ну, Брэнсон, ладно. Он скажет, что и Луну купил. Но есть и наши, да. Здесь остров. А, Креусаловый. Да, да, да. Думаю, что даже есть переговоры с китайцами, по-моему, были там довольно... Еще не знаете. Многие, ну, бизнес-разговор, конечно, и то, что говорят, что будет, но все они говорят, что будет, будет, да, но пока не подписаны договоры. А прошлый форум, он как-то сформулировался в цифры, да, на какую сумму были заключены там контракты? Ну, скажем, не очень, мы не контролируем, ну, то есть бизнес не проходит через форум. Это форум, чтобы люди непосредственно встречались, как мы говорим по-латвиски, цилваком, цилвак, 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 цилвак. Да, за некоторые инвестиции, потому что организация все-таки стоит, но это не что-то там прибыльное, не заработать на эти форумы. Но есть вообще бесплатно, где встречаться можно в связи с форумом. Здесь сейчас на Риге-Сперле, около Вантового моста стоит Риге-Сперле кораблик. Каждую среду в 6 часов собирается где-то, ну, 50-60 до 100 людей от форума. На корабле, и не отпускают, пока они не согласятся, да? И непосредственно контактируются, и есть какой-то спикер вечера, и очень даже полезные встречи. Все министры там были, и послы там приезжают, бизнесмены большие, так что приглашаем. Спасибо. Отчетный консул Индонезии в Латвии, представитель международного консорциума форумов Индии, Индонезии, Валдес Тильгалис, был у нас в студии. Спасибо, всего хорошего. Спасибо. Тари макасих, это спасибо по-индонезийски. Тари макасих. Тари макас. Тари макасих. Спасибо. Тари макасих. Продолжение следует...